Всем привет! Если вы в поиске варианта одноэтажного дома с тремя спальнями, сауной и большой террасой, то это видео именно то, что вам нужно. Кроме того, одна из особенностей дома в том, что сауна и дом находятся под общей крышей, а разделяет их лишь небольшой переход. Это очень удобно. Автор проекта Максим, ранее на канале я уже показывал два его реализованных проекта, и сейчас он вам все подробно расскажет. Привет, Иван! Привет подписчикам канала Территория Дома. Меня зовут Максим. Я хочу показать и рассказать вам о своем новом проекте. Это дом Патио Хаус 170. Несколько лет назад Иван приезжал к нам в гости и снимал обзор на мой проект, который я построил своими руками. Спустя некоторое время я спроектировал, нарисовал и запустил линейку домов под названием Патио Хаус. За моей спиной вы видите один из самых больших проектов с сауной. Мы находимся в коттеджном поселке Семейный парк. Данный поселок находится в 40 километрах от Москвы. Он граничит с лесом. В этом поселке есть куча детских площадок. Также есть конюшни и вообще замечательные места вокруг. Данный участок имеет площадь 9 соток. Сам дом находится рядом с лесом. И на самом участке есть куча своих деревьев, такой мини-лес. Данный участок имеет уклон. Дом расположен на верхней части участка. Открывается красивый вид на сам поселок, потому что этот участок, он находится тоже на самой верхушке данного поселка. Фасадная часть дома направлена на северо-запад. С востока у нас остается солнце. Весь день солнце, жара, зной за тыльной стороной дома. При этом на террасе находиться очень комфортно. А вечером с нее можно наблюдать отличные закаты прямо в ту сторону. На участке есть парковка на две машины. Она отсыпана крупным щебнем такого серого цвета. Есть также дорожки из этого щебня, которые переходят в такую импровизированную мангальную зону. Она у нас еще не совсем доделана. На участке также есть посевной газон, который плавно переходит в дикорастущий лес. Под домом у нас есть дрова. Они закрывают цоколь. Это и декоративное решение, и также практичное. То есть дрова, они спрятаны от дождя. Под домом у нас есть две печки в доме. Естественно, ими дровами нужно топить. Дрова под домом всегда тема для обсуждений. Некоторые пишут в комментариях, что дрова, уложенные под домом, являются пожароопасным вообще материалом. Друзья, напишите, пожалуйста, Ивану в комментариях и расскажите, чем же опасны дрова под домом. Нам очень интересно. Сам проект выполнен в стиле минимализм. Лично я очень люблю этот стиль. Мне он очень импонирует. Он вне времени, скажем так. То есть, если есть какая-то мода на дома, то она проходит. Но минимализм, он был, есть и будет. Дом выполнен по каркасной технологии. У него свайно-винтовой фундамент. В доме используется достаточно большое количество свай. В результате полы получаются довольно жесткими. Дом получился довольно энергоэффективным. У него хорошее утепление. Толщина утепления пола 200 мм. Толщина утепления стен 200 мм. С применением перекрестного утепления. И кровля эта 250 мм. Также с перекрестным способом утепления. Несмотря на то, что дом выглядит как прямоугольник, крыша у него имеет наклон. Этот наклон 3 градуса на заднюю часть фасада. В результате мы получаем кровлю гораздо надежнее. Потому что есть уклон, и вода будет всегда уходить куда нужно. У дома есть козырек, на котором установлена водосточная система. Это желоб. В него попадает вода и стекает благополучно вниз. Отделка дома это натуральная доска. Планкен скошенный. Крепление на оцинкованный гвоздь. Это крепление гораздо лучше держит фасад, чем какие-то любые скрытые крепежи. Фасад выкрашен укрывными красками текуриловскими. Хорошими, долгосрочными. Чтобы немного обыграть заднюю часть дома, вот этот фрагмент, угол, было решено сделать из немного другого материала. Это ЦСП с покраской. Краска ложится очень хорошо и защищает фасад от любых атмосферных осадков. В доме используются два вида стеклопакетов. Это рамные окна ПВХ пластиковой рамы. Стеклопакет используется двухкамерный. И также на фасадной части без рамное остекление двухкамерный стеклопакет. Размер данного дома в длину почти что 20 метров 19,7, если точно быть, на 9. Высота порядка 4 метров. Общая площадь дома 170 квадратных метров. В доме есть три спальни. Есть кухня-гостиная, санузел, различные гардеробные ниши, технические зоны. Есть парная, помывочная и комната отдыха. А также терраса. Сейчас я нахожусь на террасе. Площадь порядка 53 квадратных метров. Ее длина 12 метров на 2,8. То есть такая удобная, достаточно хорошая терраса, которая защищает от непогоды, от снега, от дождя. Большой вынос, большие пролеты. Все здесь просчитано на снеговые нагрузки, на конструктив. Также есть вот такие столбы, которые закрывают с внешней стороны проход между домом основным и сауной. Архитектурная особенность данного дома в том, что у него есть переход, который разделяет теплую часть дома от сауны. То есть, чтобы попасть в сауну, например, зимой, нам нужно сделать усилие выйти из дома, но при этом мы остаемся под крышей. На голову не падает снег, не течет дождь. То есть это гораздо удобнее, нежели какая-то отдельно стоящая баня в конце участка. Это очень удобно, когда можно в тапочках пройти просто в свою сауну. Данное помещение может иметь разный функционал. То есть, можно сделать гостевую комнату, либо какой-то домашний офис, либо мастерскую. В данном исполнении это сауна. Давайте посмотрим, что там внутри. Попадая в сауну, нас встречает в первую очередь комната отдыха, где мы можем снять одежду, повесить, раздеться, сесть, отдохнуть. Также отсюда осуществляется топка печи. В дальнейшем здесь будет еще уложен специальный такой притопочный лист. Но это нужно для пожарной безопасности, чтобы угольки, которые падают, возможно, сюда, они падали на негорючий какой-то материал. Есть окно для проветривания, а также есть огромное окно в пол, панорамное, из закаленного стекла. Отделка комнаты отдыха выполнена из вагонки. Это вагонка-штиль с покраской. На полу это не ламинат, это кварц-винил. Здесь есть подогрев пола по всей площади комнаты. Как вариант, здесь можно разместить диван раскладной. Приехали гости, места не хватило, допустим. Здесь вот этот блок, он является как полноценный гостиничный номер со своим душем, туалетом и спальным местом. Пойдемте дальше, покажу вам парную и помывочную. В зоне помывочной уложен керамогранит серого цвета. Здесь специальная такая чаша для воды, то есть заходя сюда мы можем мыться, купаться, можно обливаться обливным устройством. Вот за эту вот штуку дергаешь и на тебя падает вода. Также здесь предусмотрена закладная под унитаз. То есть можно установить унитаз, как вы знаете, в таких тайских отельчиках, номерах небольших. Здесь перегородка стеклянная, из матового стекла. И у вас получается полноценный такой мини-номер. Заходим в парную. Отопительное и банное оборудование для данной парной мне помогла выбрать компанию «Везувий». Вот ее представитель Кристина. Здравствуйте. У нас была, скажем так, не очень сложная задача, но тем не менее нужно было учесть все нюансы данного парного помещения. Парная достаточно маленькая. Соответственно, стояла задача подобрать печь, которая не будет занимать очень много пространства в парной, потому что здесь нам его нужно было экономить. Но при этом справлялась бы с тем необходимым функционалом, который необходим в парной. Потому что кто-то любит погорячерик, кто-то любит, наоборот, чтобы был влажный пар. Данная печка, в силу того, что она имеет две закрытые каменки, может работать как в режиме сауны, когда очень высокая температура и низкая влажность, так и в режиме русской бани, когда есть соотношение температуры и пара в среднем 60 на 40. Это идеальное соотношение 60 градусов, температура и 40% влажности в помещении. Печка нашего производства под торговой маркой Aston сделана из нержавеющей стали. Преимущество у этой печки следующее, что она очень быстро выходит в рабочие режимы. То есть достаточно буквально полутора, максимум двух часов, это зимой, для того, чтобы она вышла в режим. И там через полтора-два часа уже можно спокойно париться. Мне кажется, в условиях, когда ты живешь буквально в двух метрах, находится основной дом, тебе необходимо сделать всего два шага для того, чтобы попасть в собственную баню. Это очень круто. То есть проект очень крут в этом смысле. Печка сюда встала очень хорошо, потому что она действительно не занимает совершенно никакого места. А в силу того, что здесь есть зона отдыха, из которой топится эта баня. То есть в зоне отдыха можно находиться, отдыхать, смотреть в панорамное окно, наблюдать за природой и при этом одновременно наблюдать за горящим огнем, который виден через стеклянную дверку. Фишка и особенность в чем? Две закрытые каменки и эти отверстия позволяют попасть в воде в разные части печи. Они на разных температурах, на разных уровнях находятся. Вот эти заливные устройства. Какая-то часть воды попадает условно вот в эту часть печки, а какая-то чуть ниже. И в силу того, что температура на камнях разная, есть возможность получить именно разный пар. Где-то более тяжелый, где-то более легкий. Точно так же можно подавать воду, соответственно, на открытую каменку, просто на открытые камни и тоже получать определенный пар, который такой более кусачий, более колючий. Вот есть такие любители, которые хотят именно ощутить на себе, вот на шкурке, на своей собственной. Понятно, что здесь можно было бы еще... Есть такая же сетка на трубное. И можно теоретически поставить на трубу еще сетку, заложить ее камнями, что даст большую теплоемкость. И при этом защитить от инфракрасного излучения, которое, ну вот, да, когда вот именно жар от металла идет. То есть вот это вот... Этим можно эту печку, эту парну еще доработать и апгрейдить, что называется. Но в целом, имея вот эту кубатуру и вот данные водные, да, что называется, очень маленькая площадь, я считаю, что печка сюда встала просто идеально. Какие-то другие более объемные, круглые или что-то еще, оно бы здесь уже съедало дополнительное пространство, а мы здесь, ну, как бы стояла задача именно сэкономить по максимуму, что называется. Да, спасибо вам за это. Сняли одну головную боль. Да, теперь мы знаем, теперь мы знаем на будущее, что, ну, вы знаете, в первую очередь на будущее, да, какие печи можно ставить. Вообще, если ранее вы не знали ничего про печи Везувий, то скажу, что это самая настоящая народная марка. Если вы хотите получить качество и понимаете толком в экономии, то Везувий может дать тот ассортимент, из которого можно выбрать именно то, что вам нужно. При этом, конечно же, компания Везувий производит не только банные печи из чугуна и стали, но также и печи-камины для жилых помещений, отопительные котлы, дымоходы и баки, дровницы, двери для саун и многое другое для красивой и комфортной загородной жизни. На рынке компания уже более 25 лет, и важно отметить, что производство у них собственное, а не размещение где-то на заказ, а сам завод располагается в Тульской области. Говоря про торговую марку Везувий, у компании все с нее начиналось, и она известна больше всех. Однако им также принадлежат такие бренды, как Эверест, Астон, Этно и готовим на Везувии. Готовим на Везувии это грили, мангалы, костровые чаши и все, что связано с комфортным приготовлением еды и отдыхи на природе. Отличают все эти торговые марки в первую очередь дизайн и хорошая цена. Приобрести продукцию компании можно во многих городах. У компании развита огромная дилерская сеть по всей России, в Казахстане и Беларуси. Ну а выбрать удобный для себя магазин вы можете по ссылке в описании под видео. Выходим из бани. Здесь есть дополнительная дверь, чтобы можно было быстро попадать из гостиной сразу в сауну. Но есть еще одна дверь, она основная, она имеет небольшой тамбур, где можно разместить одежду, обувь, все, что нужно. Заходим сюда. Да, кстати, дверь стеклянная, для того, чтобы было больше света. Здесь везде стеклянные двери, что в баню, что в дом. Это удобно и создает больше света. Зайдя в дом, у нас есть прихожая небольшая, где можно разместить шкаф, повесить одежду, обувь. Прихожая соединяется с холлом без каких-либо дополнительных дверей. Из прихожей проходим в холл, который соединяет комнаты. Раз комната, два комната, три. Три спальни, а также есть дверь в санузел, которая расположена прямо напротив входа. Проходим в санузел. Площадь санузла порядка шести квадратных метров. На полу это керамогранит, имеется подогрев пола, вот эта стена тоже в керамограните и монтирована ванна. Ванна имеет вот такой вот цоколь, это дерево с покраской, специальной краской, которая отталкивает воду. Сейчас пока здесь нету ни шторки, никакой ни перегородки, но в дальнейшем здесь будет такая ширма стеклянная, она будет устанавливаться прямо на ванну и будет препятствовать брызгам и попаданию воды на пол. В санузле есть вот такая вот ниша, куда прячется все оборудование. Значит, тут мы имеем гидроаккумулятор на 50 литров, три различных фильтра для воды и бойлер. На участке есть скважина порядка 60 метров глубиной, которая обеспечивает дом водой. Есть также септик, это станция биологической очистки Зорде, довольно хорошее очистное сооружение, это биореактор, как его еще называют. Есть также дополнительные розетки, здесь можно разместить стиральную машину, сушильную машину, то есть все это туда спрятать и закрыть двери. выходим из санузла и пройдем в одну из спален. Хозяйская спальня, ее площадь порядка 12 квадратных метров, она небольшая, но уютная. У нее есть окно. У этой комнаты есть еще небольшая гардеробная ниша, здесь можно при желании сделать либо шторку какую-то, либо дверь, можно там сложить свои необходимые вещи. материал отделки стен здесь так же как и во всем доме это вагонка. Я использую вагонку в своих проектах, потому что это живой натуральный материал. Я люблю с ним работать, люблю дерево. В результате получилась довольно-таки уютная комната, в которой есть кровать, столик для работы и гардеробная ниша. Пойдемте дальше в следующую комнату. В следующую комнату у нас детская комната. Она по площади такая же как там, такой же материал отделки стен. В каждой комнате есть вот такой приточно-вытяжной клапан. Их как правило достаточно для того, чтобы насытить дом воздухом. Так, выходим из детской и идем в третью спальню. Здесь у нас такой небольшой коридор. Здесь можно разместить какие-то живопись, возможно, какие-то вещи, что угодно. Значит, в этой комнате порядка 15 квадратных метров. Назначение ее может быть абсолютно любой. Эта комната больше, чем две предыдущих есть окно выходит на фасадную часть дома. А теперь пойдемте в кухню-гостиную. Из холла мы попадаем в это помещение. Эта кухня совмещенная с гостиной. Имеет площадь порядка 30 квадратных метров. Здесь есть кухонный гарнитур. Он оборудован всем необходимым. Есть варочная панель, есть раковина. В этой части можно поставить холодильник. Здесь специально оставили нишу для холодильника. На кухне есть свое окно, которое дает дополнительное освещение на рабочей поверхности. Я думаю, что хозяйки это оценят. Кухня еще не полностью укомплектована. В дальнейшем планируется установка вытяжки над варочной панелью на высоту чуть выше окна либо свисающую с потолка. В этой части гостиной оставили нишу. Например, можно поставить диван, можно поставить кресло, либо можно продлить сам кухонный гарнитур по необходимости. Здесь столовая зона. Стол может раскладываться, может складываться, быть больше, меньше по желанию. По центру гостиной расположился вот такой диван. Он раскладной, его можно сделать, разложить и сделать из него спальное место. Сам диван направлен в сторону участка. Через панорамное окно можно сидеть и наблюдать зимой, например, как красиво падает снежок, а летом как зеленеет травка. Рядом с диваном есть вот такой печь-камин. Печка Везувий, которая выдает по мощности 9 кВт. В ассортименте компании Везувий огромное количество моделей, но здесь фишка в том, что здесь керамическая плитка. Нюанс в том, что ее можно легко заменить, размеров она стандартных, то есть эти размеры можно спокойно купить в любом сетевом гипермаркете строительном и заменить ее на тот цвет, который нужен вам. Также про особенность печи, почему здесь именно керамика стоит с боковых стенок. Во-первых, это увеличивает скорость нагрева самой печи, то есть значительно быстрее нагреть керамические плитки, чем прогреть металл. Тепло от него будет идти более мягкое, более комфортное. И, как я уже сказала, по дизайну здесь можно поменять просто на черные плитки, либо на какие-то вариации с декором. Также, как вариант еще прошу обратить внимание, здесь отопление у нас электрическое исключительно. И если вдруг бывает так, что в частном секторе вырубают электричество, мы пользуемся этой печкой для отопления и, как вариант, еще можно использовать для приготовления и разогрева пищи. То есть у нас в ассортименте есть модели, где выход дымохода расположен сзади, а здесь, на этом месте чугунные плитки, куда можно ставить сковородки, казаны, чайники, разогревать, даже готовить себе еду, используя, соответственно, данную топку. Высота потолков в доме переменная. В нижней точке высота 2,80, в самой верхней 3,10. Кровля у нас имеет уклон, уклон 3 градуса. При желании можно оставить этот потолок ровный, тогда он будет заниженный, либо оставить его выше. Высота таких потолков дает много воздуха и объема. В гостиной имеются трековые светильники, можно выбрать различную комбинацию плафонов. Здесь мы выбрали направленный свет, отдельно зонируется подсветка кухонной зоны и отдельно диванная зона. В этом помещении есть дверь, которая ведет на улицу, через которую можно попасть в сауну, где мы были ранее. Вот в этом месте есть такой люк, ниша. Мы его открываем. Здесь мы видим магистраль холодной воды, которая идет через улицу к сауну. В сауне у нас есть душевая зона, естественно, там нужна вода, она идет отсюда. Чтобы вода не замерзала зимой, она оборудована греющим кабелем. Ее также можно перекрыть вот таким способом и ограничить тем самым доступ воды сауну. По стоимости данного дома, его стоимость 7 миллионов 590 тысяч, в такую сумму обошлась его реализация. Это без учета участка, участок вышел еще где-то полтора миллиона, скважина вышла 200 тысяч, септик 150 тысяч. Наполнение, мебель, сантехника, все остальное вышло еще порядка полумиллиона рублей. По срокам такой дом строится 2,5-3 месяца. Это одна из моделей домов, которые я создал. Также на сайте Patio House можно увидеть другие варианты домов и планировок. Друзья, и напомню, что все необходимые ссылки на сайт Patio House и сайт компании Везувий будут в описании под видео. Спасибо за лайк и комментарий. Увидимся в следующем видео.